Советский Союз Советский Союз В Советском Союзе нет резких различий в уровне жизни людей, а Никеевы живут так же, как миллионы других семей. 16-летняя Марина – студентка, Надежда Николаевна работает в магазине, Виктор Германович – рабочий автозавода имени Лихачева, одного из крупнейших предприятий Москвы. Сегодня у советской экономики совсем иные возможности для удовлетворения растущих потребностей людей. Хозяйство страны выпускает продукции столько же, сколько ее выпускали все страны земного шара четверть века назад. В СССР 350 тысяч предприятий, на которых работает 120 миллионов человек. Каждый уверен, что у него будет работа, его семья будет обеспечена всем необходимым – питанием, квартирой, одеждой. Потому что их стоимость всегда будет доступна для каждой семьи. У пожилых людей, наверное, много своих заболеваний. Но гарантированное пенсионное обеспечение, бесплатное лечение, самая низкая в мире плата за квартиру, освобождает их от особенно гнетущих старости материальных проблем. Мы в одной из государственных сберегательных касс. Скажите, пожалуйста, на что вы копите деньги? Вы знаете, что? Решил сменить машину. Хотим купить дочери пианино. Скоро мы получим квартиру на мебель. Мы любим путешествовать и решили купить катор. Надежда Николаевна, за годы совместной жизни как изменилось ваше материальное положение? Мы женаты 18 лет. За 18 лет наш материальный уровень возрос, мне кажется, даже вдвое. Заработной платы стало больше. Марина, а почему вы решили пойти в приборостроительную технику? Понимаете, сейчас такая специальность программистов очень везде требуется. Это новейшая специальность. На всех предприятиях и везде институтах требуется программисты. Просто это очень интересно, заманчиво. В каком? В 64-м году мы там получили квартиру, да? Да. И вот в этом году дали эту квартиру. А сколько вы за нее заплатили? Так это нам завод дал, мы ничего не платим. А какова ежемесячная квартплата? Порядки в трех с половиной процентов нашей заработной платы. Скажите, пожалуйста, как вы обычно проводите свой отпуск? Ну, если у нас совпадает отпуска вместе, график, то мы все время ездим втроем. Куда-нибудь на юг. Ну, а в санатории или доме отдыха отдыхали? Отдыхали. Вот с дочкой, в частности, мы в спутнике были, это под Калинином. Дом отдыха на Волге. Очень живописное место. Лес сосновый в основном. Недалеко у Волга хотели купались? Купались. Грибы соберли очень, лес такой хороший. Ягод там очень много. Скажите, пожалуйста, а не дорого вдвоем с дочерью ехать? А нет, это профсоюзная организация в основном доплачивает. Мы 30% стоимости оплачиваем, а остальное платит профсоюз. И всем дают такие путевки? Всем, да. Даже есть бесплатные путевки. Ну, отдельным категориям рабочих предоставляются бесплатные путевки. Они, Киевы, семья, каких в стране миллионы. Их жизнь, их благополучие – цель экономической политики государства. Они пользуются правами, затрагивающими самые основы человеческой жизни. Правом на труд, на образование, на жилище, на охрану здоровья, правом на материальное обеспечение в старости. Эти права гарантирует им конституция социалистического государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...